сейчас мы с тобой димку запустим дом священника ребят кого не поблагодарил за спонсорки спасибо тоже огромное спасибо кто спонсировать тоже жмет пассатыги закидывает там или больше поехали смотреть дима масленников димона как всегда по традиции огромный привет ребят ссылочку на димку оставлю внизу описании подписывайтесь поддерживайте его обязательно пуши чувак делает очень очень годные и крутые вещи а у вас каникулы убей его совсем что ума сошел чуть не все сейчас и все чуть не закончилось тут часто не начавшись ёпта играть и так пугать это что-то люди смотрят сердце слабенькое прошилка какая-то вы думаете такое возможно только фильме ужас не это региона сделал статус очень круто сделал дима масленников и не только один вопрос верите ли вы в призы но и маленькая шведская деревня с первого взгляда и не скажешь это он ездил прям питает страшно для первого выпуска международного сезона госбастер я выбрал один из самых известных домов с привидениями в мире который местные жители называют ужас бург ван самое главное что жильцами этого дома были никто иные как католические священники которые творили там просто ужасные вещи один из них приказал убить своего незаконно роженого ребенка и закопать его на заднем дворе другой не справился с горем от смерти своей жены которая к сожалению погибла при родах одиннадцатого ребенка знаете что он сделал он пробрался в морг выкрал тело мертвой жены принес его в дом положил на кровать разлагаться считается что все эти ужасы не могли пройти бесследно и бург ватнер заполонили признаки сотни свидетельств видеозаписи здесь побывали самые популярные команды по поиску паранормального в мире кресло который выбрасывает людей пытающихся в него сесть призраки трех дам которые следят за тобой в течение ночи привидение маленького мальчика вы мне блять чё там сказали я не пойму посмотреть это шо за ебта обитель злата я не пойму шить за выпуск за такой почему вы раньше то молчали шо за садами это тут творится ебта один закопал второй выбросил третий еще четвую вашу там посходили все . бегающего по синей комнате злобный дух мужчины блуждающий по дому прислуги все это нахер такой дом и зажгите его к ебаной матери давайте лучше послушаем что нам скажут хозяину the house and the vicarage has a lot of stories and and some are documented like when a girl got pregnant with one of the priests the priest killed the child and buried it the child in the corner of the house is it real story yeah that's real so it's document yeah this place is this is it feels like a dark energy many people are talking about screams from the yellow room that comes from the walls a lot of footsteps knockings and doors shutting scratching sounds and knocking sounds from the walls is also very common there was a lady living here with some dogs and she went upstairs i think and i think she fell down and died she was left on the floor for i think two weeks or something like that before somebody got to the house the dogs needed food so they started to chew on her face so when they found her the whole of her face was gone and she'd been lying there for two weeks как вы понимаете я не мог пройти мимо этого страшного места меня поселили в доме прислуги провели инструктаж по технике безопасности и оставили одного дожидаться эту страшную ночь бля я пока так сижу смотрю мне какие-то синяки под глазами аж нарисовались в этой темноте свет выключил мне такое ощущение что я не спал блять 25 дней чё началось то я не пойму страшно страшилка какая-то прислуги я собрался около 15 минут назад и вот все это время я слышу какие-то непонятные звуки снизу перевал дятлова ребят мы смотрели с вами смотрите на канале дикой жуткий оставлю в конце ролика переход на перевал дятла удобнее было любой может быть звук айдет на гангер что-то что происходит на первом этаже что-то движется сто процентов и вы понимаете я даже не в основном доме я просто в доме прислуги вы издеваетесь что ли ли чё я в рейдер русских наушников смотрю здесь каждый блять шорох слышно смерти шума и реально хотите дима это синоним слова аккуратность так язык извиняюсь дима это звук дима это один ногтен хэрд? оттекин Я говорю, я около пятнадцати минут сидел, пока собирал оборудование. Я слушал, все возможно, какие-то трески, шорохи, скрипы. Сейчас, когда я вышел, эти звуки прекратились. Так, мы сейчас с вами находимся в доме прислуги, которая была у того дома священников. Единственная история, которая рассказывает про это место, здесь жил работник дома священников, который славился своим. С канистры просто идешь, сзади просто обливаешь сразу весь дом. Он славился своей жестокостью к людям и к работникам, которые, другим работникам, которые здесь также обитали. И есть легенда, что он с вами дрался. И вот его дух до сих пор очень и очень агрессивный. Как я уже говорил, по легенде. Как мы от утопии смотрели? Как мы от Димона не смотрели видос? Подождите, мы же смотрели от Димки. Мы же смотрели перевал, по-моему. И нет. Давайте так сделаем. Короче, напишите в комментариях. Да ладно. Я что, с топой перепутал? Ёпта, да не может такого. Подождите, стойте. Я прям сейчас... Блядь, реально от топа смотрели. Если выяснится, что мы не смотрели перевал Дятлова от Димона, не могу вспомнить. Мы точно что-то смотрели. Короче, если не смотрели, на следующем фанстриме мы смотрим первую серию. Все, забились. Я с Димоном поговорю, я не думаю, что он там будет прям сильно против, потому что уже довольно давно видео снято. По-моему, когда уже, наверное, полгода, да, где-то он побольше, наверное, снимал. Все, напишите в комментариях, ребят. Если нет на канале, если мы реально не смотрели, конечно, посмотрим перевал Дятлова. Вы что, это же огромная работа. Смотрим тогда, ребят, на следующем фанстриме. Не пропустите, будем смотреть первую серию. По одной серии будем смотреть с вами. Окей, окей. Нет, три серии я точно не смотрел. Как я это вообще мог пропустить? Окей, ладно, погнали. Все, не сбиваю, Салям. Слезает всех вот с этой лестницы. Не знаю, давайте сейчас на свой страх и риск я попробую встать на самый край и попробую спровоцировать этого духа. Ребят, встаю на самый край. Ребят, встаю на самый край. С-холь, мы знаем, что такое. Не порачивайся назад, протажа. С-холь. Явла. Интересно, какой перевод других слов. Доброе. Дик. У меня полное чувство, что сзади кто-то шел. Что это за звук? Так, камера пишет. Друзья, сейчас хочу вам показать фишку, которую сделал исключительно для этого сезона для этого сезона проекта Грузбастер. Это специальные коробки с датчиками движения, которые ставятся на штатив и сверху уже на них ставятся камеры. И если они где-то видят движение, они камеру поворачивают в сторону источника этого движения. Сейчас давайте покажу вам. А вот снизу этой чертовой лестницы, на том самом месте, где нашли женщину с обглотанным лицом, я хочу установить смартфон со специальным приложением, которое реагирует абсолютно на все вибрации. Если некий призрак, как утверждают свидетели, захочет пробежаться по этой лестнице, мы это обязательно зафиксируем. Мы его включаем, видите, точки вдоль линии, если происходит вибрация, телефон все это фиксирует, даже какие-то микродвижения, мы все равно сможем отследить, и это очень круто. Реально ли я в это верю? И что это меня не призраки толкнули, это я просто рукожок. Прямо на ваших глазах это шумное кладбище города Бургуваттен, который порой называют одним из самых призрачных мест на планете. И чтобы вы понимали, вот это все, это вот кропия, которые вот так вот, как грибы, торчат из-под снега. Просто, блядь, вы сами вдумайте, я иду из дома прислуги к основному корпусу через мать его кладбище. Я говорю, если призраки существуют, они тут просто обязаны хороводоводить. одинокая церковь очень пугает, если честно. Так, ускорим шаг. Я представляю вам лично дом, у которого есть второе название. Ужас Бургуваттен, да. Посмотрите, какой он неприятный визуально. Мне, когда я его дома, сказали, что я сто процентов стану свидетелем чего-то. Показалось. Кстати, хочу заметить, что это не просто какое-то выдуманное место. Это суперизвестная по всему миру локация. Сюда приезжает огромное количество людей. Вот видите, все, все, истоптано. Их порой сюда даже не пускают, они просто приезжают. Вот в зимнее время это место закрыто для посещения. Они просто приходят, чтобы потоптаться и посмотреть в его окна. В надежде увидеть что-то странное. Давайте тоже попробуем. Я думаю, поставьте лайк. Поставьте лайк со всей стороны, потому что никто еще сюда из блогеров не приезжал. И никто из блогеров даже близко не приедет в те локации, которые я покажу в этом сезоне. Эта обстановочка просто лютая внутри. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ждет... Ни одному показалось насчет шторы? Или что, блядь? Или меня глючит уже? Что она ждет за эту дверью? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Дом какой-то реально конченый Я бы с радостью послушал прям вот оригинал Вот что реально он слышал Прям сам звук вот этого дома Блядь была? Я не понимаю, кто это шо, слуха То ли со второго этажа, то ли из глубины, то... Смотрите, это список священников, которые здесь жили Часть из них делала записи о каких-то паранорамальных явлениях, а другие священники творили какую-то просто невероятную тищу Я не знаю, как это описать, но сейчас прямо оттуда повеяло Повеяло чем-то Ребята... Самое основанное кресло, которое выбрасывает любого, кто захочет сюда присесть Атмосфера просто... Я бы ее сравнил с атмосферой на кладбище Себя хочу добавить одну вещь То, что в любом старом месте Кто бы во что верил, не верил Я думаю, вы с этим сталкивались Даже самые пессимисты Скептики, да? Вообще ни во что не верят Факт остается фактом, что в любом старом месте Чем более старое здание, помещение, какая-то площадка У него есть определенная своя энергетика Даже если вы заходите, вы не знаете вообще, что это, зачем это Но то, что, как сказать, чувствуется То есть вот эта вот тяжелая такая атмосфера Более если место с какой-то дурной славой А это факт Надо дать должное хозяевам То, что они сохраняют все, конечно, в первозданном виде Очень здорово все выглядит Главное ничего в стопе разбить Пол скрипит Какой стрёмный дом Это просто жесть Ребята, послушайте Просто это вот я хожу Я делал ножки здесь? Камеру пишет Я сейчас здесь в абсолютной темноте Ну что, прямо на ваших глазах Я сейчас сажусь на то самое знаменитое кресло Которое по легендам выбрасывает люди Эдит Ноганхер 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 мне даже интересно стал пульс сколько 200 или 250 сейчас шутник блять сердце отлетит который будет создавать картинки белый шум и с помощью этого попробуем поздавать вопросы чему-то мистическому и возможно мы получим ответ 120 это дико грибово это просто дико грибово эти ноги вверх и текен и Продолжение следует... 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 Мишку здесь установили. Давайте пойдем в следующую комнату. Так. Честно говоря, вот про эту комнату я толком ничего не знаю. И про нее... И он просто упал, что-то. Мог просто упасть. Просто криво посадил. Я его посадил прям четко. Облокотил бы на что-нибудь. Еще раз. Так я не понял. Просто упал, что ли? Может, от моих шагов? Ёб твою мать, блядь! Ёб твою мать, блядь! Уступал, что ли? Может, от моих шагов? Ёб твою мать, блядь! А ну нахуй, блядь! Я... Ну... Ну это... Ха-ха! Блик, окей, ладно, отражение. А так, окей, отражение, отражение. Ладно, ладно. Это от моих шагов, ребят. Происходит не пугательность. Но это реально от моих шагов. Я вот сейчас наступил. Вот здесь вот. Я прям почувствовал, как подо мной прогинается пол. Фу! Вот это... Безумно шутка. По ощущениям, в доме... Безумно шутка. Вроде бы это... Ничем не примечательный старинный домик, но... Внутри какая-то абсолютно... Мертвая, неприятная атмосфера. И... Я скажу эту банальную фразу. Реальное ощущение не просто чего-то присутствия, а... Присутствия даже ни одного человека. Такое... Такое чувство, что вот... Этот дом полон. Фу! Редактор субтитров. просто смотрите на этого монстра это новая машина для исследования она намного быстрее и легче управлять и сейчас я ее оставлю в эту комнате получается я сейчас пойду на второй этаж если вдруг что-то произойдет на первом этаже я со второго буду управлять дровом чтобы посмотреть что же здесь все-таки случилось ребят я сейчас хотел сделать небольшой перерыв и пришел посмотреть фотографии которые сделал и на одной из фоток я по ходу чё-то снял просто сука это безумно похоже на чью-то голову да я понимаю что это тень но это очень похоже на какую-то голову я понимаю что это тень но это блять очень похоже на какую-то голову сидящего в кресле человек я просто я не я просто искренне сейчас не понимаю откуда могла образоваться вот эта тень так тут сука нету тени просто ее нет отчего от того что на камине так сейчас дождите следственная эксперимент ну Фу, блядь Сейчас давайте подождем Когда она проявится Я просто не понимаю от чего Тут никакой тени не может быть Кто здесь? Я не знаю, что она проявится Блядь Ребят, на второй фотке нету ничего На второй фотке нету ничего Я не знаю, видно могу или нет, но на второй фотке ничего нету Так, ну подождите Сейчас давайте я под разным ракурсом это сделаю Чем больше он находится и, можно сказать, беспокоит это место Я бы этого не делал Блядь, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Голосы я тоже услышал Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Сейчас медведь там сработает Можно сразу дом этот сжигать к ебаной матери Смотрите что я заметил Забавная очень вещь Такие вещи можно списать на сквозняки На все остальное Просто уже чем больше вот этим вот контентом Смотришь, занимаешься Смотрите здесь есть один прикол Вам наверное плохо видно Просто вот сюда вот посмотрите Вот конкретно вот сюда вот на люстру Это очень странно Вот сюда вот конкретно Просто я отматываю момент Теперь смотрите У люстры качается То есть она хаотично вся качается У нее куча разных лепесточков висит И один Кончается вообще своей жизнью живет Мелочь А странно это Странно Просто забаррикадированная дверь Спасибо, бро Мне кажется, что сто процентов надо идти Но чуть-чуть побольше Сейчас я предлагаю Пойти во вторую по знаменитости комнату В доме ужасе Борнкватнета Так называемая Желтая комната Это та самая комната, ребята Блять Так называемая Желтая комната Где При родах 11-го ребенка Умерла Марта А ее муж Священник Украл ее из морга Вернул и положил Вот На эту кровать Фу, блять Сейчас Что это, блять, было Снаружи У него камера стояла Снаружи Значит, он может посмотреть Кто был снаружи А Снаружи О Снег... 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 Снег дам мог. К...кэмера пишет. Так, ну а сейчас мы с вами отправимся в так называемую... Голубую комнату. Дело в том, что в этом лютом доме существует еще один призрак. Ребенка. Ну, в данном случае вот в этом месте чаще всего видят не его образ, а чувствуют какие-то внезапные дуновения ветра. По крайней мере. Хотя вот вам сказали, что это самое частое явление, которое фиксируется в ужасе. Обрыватно-то. Ребят, тайм-коды не пишите, мы посмотрим разбор. Сейчас вот. Дико извиняемся. Смотрим, ребят, разбор. Мне кажется, здесь просто очень плохие окна. И, возможно, просто появляются какие-то дуновения ветра и все. А это скидывают на проявление чего-то паранормального. Камера пишет, камера пишет. Я привез сюда вот такие вот лампы, на которые закрепил обычную порезанную аудиоленту. Она практически невесома, поэтому если здесь будут какие-то непонятные дуновения ветра, то мы их обязательно зафиксируем. Я здесь также оставляю камеру с поворотным механизмом. Сейчас все активирую. Сейчас. Сейчас. Так. Так. Сейчас. Дверь мог закрыть от двери, возможно. Хочу сжать булки. Сесть в основной комнате. В абсолютной тьме. И послушать, что здесь происходит. Честно говоря, дом живет абсолютно своей жизнью. Вот я сейчас сижу в практически кромешной тьме. Там что-то. Здесь что-то произойдет. Это старые дома, ребят. Всегда будут какие-то звуки. Дом, он, как говорят, дома не все живые, старые особенно. Дом дышит. Где-то половица может скрипнуть. Давайте с штаной выходить. Сейчас звук как будто откуда-то сверху донесли. Вот это точно нет. Блядь. Вот туда бы я точно не пошел. Блядь. Я рот шевелил эти лестницы. Сердце точно. Что мне нужно было сделать? Это перебор, чтобы достать выход. В 2 части. Что мне нужно было сделать? Что я не знаю? Экономер. Дай, когда идет. В 1 части. 2 части. Затем играть. Экономер�. 2 части. Убитая. Таи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Знаете, мне кажется, что этот дом реально будет сниться мне в каких-то кошмарах... Страшный, холодный, в котором действительно очень сложно находиться, особенно зная его историю... Но самое главное, это старый покосившийся дом... Продолжение следует... Все, договорились... Давайте сейчас, Адиму досмотрю... Мне сейчас очень интересен разбор его... Да, естественно, его поддерживают и обновляют... По крайней мере, в нем есть электричество и работают современные батареи... Но поменять перекрытие и перестелить пол... Это уже крайне сложно... Поэтому, когда ты там находишься и ходишь... Дом, как будто живой, издает просто невероятно лютые звуки... Поэтому абсолютно неудивительно... Что, когда я поднимался с первого на второй этаж по лестнице... Начала качаться люстра... Да, естественно, это пугает... Особенно, когда ты буквально пару минут назад ходил по кладбищу... Но это всего лишь физическое явление... Абсолютно того же мнения я придерживаюсь и относительно падения кочерги... Которые я снял своим дроном... Давайте препарировать эту ситуацию и ответим на несколько вопросов... Когда она упала? Когда я уже исходил буквально большую часть второго этажа... Как она стояла? Крайне неустойчиво... В отличие от других инструментов, которые были повешены на крючок на эту стенку... Она была к ней всего лишь прислонена... Возьмите эти факты... Добавьте к этому, что дом ходит ходуном... Плюс я уселся на диван на втором этаже... Ровно над камином, где находится эта кочерга... И, возможно, воздействовал на несущую стену... И более того, сама кочерга имеет очень причудливую форму... Что ее чисто физически практически невозможно куда-то поставить... Все это и привело к такому пугающему эффекту... Давайте пойдем дальше к чему-то более странному... В очень страшном доме есть... Очень страшная комната со страшным креслом... Которая выбрасывает любого, кто садится в него... Именно с таким бэкграундом я посмотрел вот на эту фотографию... Согласитесь, что эта тень... В аккурат находится на том же самом месте... Где бы находилась голова человека... Сидящего в этом кресле... Но самое страшное... Что на локации нет абсолютно ничего... Что могло бы отбросить подобную тему... Как бы я ни старался на месте события воссоздать этот эффект... У меня ничего не получилось... Так что же это такое... Оказывается, я просто очень плохо старался в самом доме... Уже в Москве мы сделали около 30 фотографий в темном помещении... Чтобы понять, что же все-таки произошло... И моя теория... Относительно того, что я просто перекрыл вспышку фотоаппарата пальцем... Может пальцем перекрыл? Оказалось... Правильно... Если мы просто ее перекроем... Или закроем наполовину... То мы получим примерно такой же эффект... Который я получил на локации... Пытаясь воссоздать всю эту ситуацию... Но... Если мы закроем только краешек вспышки... То мы получим примерно такого же призрака... Какого я получил в доме ужаса Боркватната... Так что здесь нет никакой мистики... А вот теперь давайте перейдем к тому... От чего при просмотре материала... У меня по всей куже побежали мурашки... Это движение поворотной камеры... В абсолютно пустом помещении... И самое главное... Судя по хаотичному движению камеры... Создается ощущение... Что она как будто не могла найти тот объект... На который она среагировала... И в этот момент я задал себе вопрос... Неужели мне удалось зафиксировать что-то паранормальное? Я пересмотрел эту видеозапись... И к моему большому сожалению... Ничего на ней не нашел... Поэтому мы решили... Воссоздать ту же самую ситуацию... У нас в студии... Мы оставили эту поворотную камеру... Одну на сутки в комнате... И закрыли... В надежде посмотреть... Как она себя ведет... И... Спустя время... Мы не получили никакого результата... Но... Все-таки... Мы решили... Продлить... Этот эксперимент... Да еще на сутки оставим... И на вторые сутки... Мы получили... Результат... Точно так же... О боже... У нас в студии тоже есть призраки... Нет, ребят... Это всего лишь... Сбой оборудования... Если посмотреть на траекторию... Движения камеры... То она практически идентична... Той... Которую мы получили... В Борхватнете... А это доказывает... Что все это... Просто... Неисправность оборудования... Которое я обещаю... Мы исправим... К следующему выпуску... А вот теперь... Давайте перейдем... К тому... Что я объяснить... К сожалению... Уже не смогу... Когда я находился... В доме прислуги... На втором этаже... Прямо при мне... Сама по себе... Открылась... Дверь... У меня полное чувство... Что сзади кто-то шел... Что это за звук был? Я даже знаю... В какой именно момент... Это произошло... Я даже знаю... В какой именно момент... Это произошло... Помните... Эксперимент... Когда я подошел... К самому краю лестницы... И пытался... Типа... Спровоцировать призрака... И так далее... Какие-то звуки... Стали происходить... Прямо сзади меня... Прислушайтесь... Это же... Отчетливо... Открывается... Дверь... В том месте... Где никого... Больше... Нет... Айсхоль... Почему это вообще... Могло произойти... Я... Реально не знаю... Дверь открывается наружу... Следовательно... Ее чисто теоретически... Мог открыть... Пары ветра... Выходящие из комнаты... Но... Эта комната... Является... Обычным... Чуланом... Это... Чулан... В котором нет окон... Следовательно... Там не может образоваться ветер... И в итоге... Дверь... Никаким образом... Наружу... Сама... Не могла бы... Открыться... Ребят... Сложите все эти факты... Посмотрите этот момент еще... И ответить себе на вопрос... Как... Такое... Возможно... Потому что я... Объяснить это... Не могу... У меня полное чувство... Что сзади кто-то шел... Что это за звук был? Возможно... Возможно... Что сзади... Возможно... Возможно... Не могу... А что, если я вам скажу, что там слышал чей-то голос? Мы всей командой переслушали это просто десятки раз и сошлись на мнении, что это не какой-то левый звук, это конкретный мужской крик. И как бы это смешно ни было, он по сочетанию букв похож на слово «ашот». И то же самое слово услышали наши шведские друзья, которым мы отправили этот кусочек видеозаписи. Они прислали варианты переводов, но ни один из них нас, честно говоря, не заинтересовал. И тут я пересмотрел эту сцену внимательнее и понял, насколько это странная ситуация. Дело в том, что я на этот крик не обращаю никакого внимания. Посмотрите, я даже... Ничего мне напоминает. Ладно. Я даже глазом не повел. Но самое мощное, что за секунду до этого я спрашиваю, здесь кто-нибудь есть? И начинаю прислушиваться. А в моих наушниках я слышу практически все. И в течение ночи я обращал внимание даже на какие-то очень мелкие звуки. А тут я не услышал отчетливый мужской крик. Как это возможно? Я, честно говоря, не представляю и хочу, чтобы вы написали свое мнение в комментариях. Что же такое ужас Боркватмата? С одной стороны, это популярное туристическое место, благодаря которому живет небольшой шведский городок в несколько десятков жителей. Ужас Боркватмата – это дом с очень спорной историей, который привлекает огромное количество людей, которые пытаются прикоснуться к чему-то ужасному. Ужас Боркватмата – это дом, в котором хозяева позволяют вам за деньги переночевать в одной из комнат. И тут, если мы посмотрим, какие у них прайсы и какие комнаты сдаются, то мы поймем, что абсолютно в каждой комнате произошла какая-то невероятная ситуация. И у нее есть конкретная стоимость. И самое жесткое, что чем страшнее легенда этой комнаты, тем выше прайс. Согласитесь, что это как-то очень странно. Но с другой стороны, если бы хозяева выдумали призраков, и они бы пугали своих постояльцев и меня в течение ночи какими-то устройствами, пугалками и так далее, им бы чисто теоретически, дистанционно их надо было бы запускать. Но я проверил каждый уголок этого дома, в том числе с помощью профессиональных устройств по поиску жучков и передатчиков. Я так вам скажу, дом абсолютно чист. Более того, мы с вами во время выпуска действительно стали свидетелями чего-то странного, что очень сложно поддается объяснить. Так что верить или нет в призрачность этого места, это исключительно ваше решение. Но если вдруг вы хотите, чтобы я уже с командой вернулся в ужас Баркватна и попробовал воссоздать все эти ситуации, то ставьте лайк. Если это видео наберет 500 тысяч лайков, я обязательно это сделаю. И вы снова услышите Эдит Ноген Эр. Единственное, относительно чего я практически уверен, это гико-эпсонал, что в замке, но не в этом. Да, возможно, все это там происходило, все эти ужасы и трагедии, но они с течением времени были переукрашены какими-то мистическими и кошмарными красками. Да, эти события происходили, но немного по-другому. Господи, а что нам делать? Наш ребенок, 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 врач сказал ему не спасти, он умирает. Любое место, в котором так или иначе по лору, ибо еще почему-то якобы, или не якобы. Всегда монетизируется, начиная от озера Лохнес, кончая миллиардом других мест на нашей этой матушке-потаскушке земле. Но в такие моменты, не очень люблю эти темы поднимать, я всегда задаюсь одним вопросом. Этот вопрос, он не только адресован Димону, другим ребятам, кто пытается достучаться до потустороннего мира. Я задаюсь одним очень простым вопросом. Почему люди, эти люди, не ходят в те места, в которые творится, блядь, полная садомия? Я сейчас не говорю за заброшки. По крайней мере, как минимум, даже в Московской области, такие места, в которых я так и не нашел видео. А их про них знают, но туда не идут. Места есть в Сочи. Место. Два места есть на Эльбрусе. Ни одного видео я не нашел, как бы это смешно ни звучало. И туда не идут. Есть еще одно место, несколько, связанных с легендой об этом человеке. Это мужчина или женщина, но есть еще одно место, в которое тоже никто не идет. Хотя могут это сделать. Отсюда у меня возникает вопрос. Почему туда не идут люди? Значит, есть какая-то грань, куда люди могут пойти, а куда люди не хотят или не могут пойти. Здесь я говорю в том числе и за себя. Я знаю как минимум два таких места, куда я не пойду. Потому что одно место очень труднодоступное, слишком труднодоступное. Туда целая, блядь, экспедиция нужна. А второе место, это место просто у меня не хватит туда духа пойти. Но есть одно место, в которое я схожу. И это будет очень интересно. А еще, еще, я бы очень хотел посмотреть на такие места, именно в прямом эфире, без лишних звуков. Мне кажется, я бы умер нахер от страха. Потому что любой старый дом, любое старое здание, оно издает звуки. Полы, половицы, ветер, сквозняк, еще что-то. Это нормально, тем более связанное с заброшками. Сейчас мы посмотрим одно видео. Димону огромный респект за контент. Это огромный труд, который он проделал. Он путешествует по миру, даст бог, когда-нибудь, может быть, мы до этого дойдем. Но удивительное просто место с удивительной историей. Я, наверное, отчасти согласен с Димой здесь. Потому что, наверное, где-то что-то, конечно, приукрашено для истории. Люди это монетизируют, да, хозяева? Но не слишком ли много историй? В каждой комнате что-то произошло. Спорно, но эти вот голоса, которые человек не слышит, но их слышат в записи, я ему полностью верю, это странно. Это странно, и объяснить я это тоже не могу.